Ничего святого, вандалы в Канске разрушили надгробие на одном из городских кладбищ. Судя по масштабу, орудовала целая группа людей. Они разворотили десятки памятников. Разоренные могилки обнаружили родственники похороненных. Говорят, очевидно, что все это дело рук не одного человека, потому что умудрились уронить и сломать даже гранитные плиты, которые не каждый из мест это сдвинет. Теперь людям придется за свой счет восстанавливать надгробие, а между тем в некоторых оградках разрушены по 3-4 памятника. А стоят сейчас даже самые простые надгробия недешево. Приехали замерять место под могилу, чтобы выкопать. Вот они позвонили и сказали, что разрушены все памятники. Моего папы памятник вообще уже восстановлению не подлежит. 90 тысяч ущерб. Суть-то не в этом. Просто жалко все. Память. И опять по новой переделывать. Тут у нас 12 похоронено, вот 4 разбили. Все уже не восстановишь уже все. Только новые заказывать по новой. Вандалы прошлись по кладбищу в одном из отдаленных районов города. Ни сторожа, ни видеонаблюдения там нет. Поэтому предположить, когда все произошло, пока сложно. Впрочем, как установить, кто мог все-таки это сделать? Родственники сразу же написали заявление в полицию. На кладбище уже побывали оперативники. Как нам рассказали в местном отделе, материалы собраны. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства. Тем, кто разломал надгробие, грозит уголовная ответственность и реальный тюремный срок. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 244. Это уничтожение или повреждение, а также осквернение мест захоронения надгробных сооружений. Либо статьей 214. Вандализм. Уголовный кодекс Российской Федерации. Продолжение следует...